Около пяти лет назад в Крае начало активно развиваться такое важное направление в образовании, как робототехника. В два года как робототехника пришла и в Славянский район. Полученные по федеральной программе наборы Лего для создания программированных машин первыми стали осваивать в лицее номер один. Под руководством преподавателя Сергея Неделько команды ребят приняли активное участие в соревновательной деятельности, причем сразу с побед. Около 10 соревнований прошли учащиеся первого лицея и в каждом стали призерами или победителями. Взяли они первое место среди 260 конкурсантов и на робофесте, который прошел в Сочи на прошлой неделе. Как куются робокадры узнали наши корреспонденты. Это один из трех роботов, которых необходимо было создать для решения поставленных задач на прошедшем в Сочи робофестивале. Именно он смог без одного штрафного очка пройти трассу и точно определить количество и даже цвет выставленных на пути объектов. В команде лицея номер один четкое распределение ролей. Девятиклассник Дмитрий Николаичук работает во взаимодействии со своей сестрой, одиннадцатиклассницей Екатериной. Мне помогала сестра именно в инженере, потому что она, так скажем, у нас инженер, один из главных. Она помогла с сборкой робота, установкой датчиков, а программу писал сам. Я, так скажем, уже год в этом деле, и для этого робота была самая сложная программа, которую я писал. Вместе с роботом-исследователем на этот раз в Сочи были собраны робот-сквоши и робот-толкатель. Самое трудное для педагога, говорит учитель информатики и по совместительству инструктор по робототехнике лицея номер один Сергей Неделько, это не придумать и создать робота, а научить детей работать в команде. Для многих людей это кажется очень заумным, таким чем-то невозможным, для Славинска вообще как бы неприемлемым. Но дети всё это делают, они это умеют, легко разбираются, и при наличии интернета, он уже есть у всех, мы вполне адекватны к миру, можем принимать его вызовы, да, и вырастить уже новое поколение, так сказать, людей, для которых это не было очень такой тайной. Свои навыки в этом современном направлении ребята демонстрируют не только на робофесте. Заявили о себе наши участники и на WorldSkills, и в Олимпиаде по моделированию с использованием 3D-ручки. В прошлом году наши 3D-моделисты стали лучшими в крае. Реализовать сложный технический проект ребята смогли, используя всего лишь ручку, которая, условно говоря, пишет пластиком. Благодаря этой победе лицеисты стали участниками профильной смены в детском лагере «Артек». Например, в прошлом году делали устройство для просеивания песка. То есть там, ну, обязательные условия, что должны быть двигающиеся детали, объёмные детали. В «Артеке» мы делали мосты, и ребята делали протезы, то есть, ну, прототипы, там, рук, ног, всё такого. То есть можно вообще... В прошлом году делали ещё дельфинарии, то есть там дома, всё, что угодно можно делать. Увлечение робототехникой – это не просто интересно и модно. Сегодняшние старшеклассники понимают, что это может перерасти в профессию. Вроде как делают роботов, да. Ну, вот сейчас было соревнование в Сочи у нас для старших. Делали роботов, вроде как детская деятельность, да. А с другой стороны писали олимпиаду по физике, от МГУ были задачи. Сейчас поедем в Москву, там, те, кто напишет хорошо олимпиаду по физике, её тоже будут писать в МГУ уже, им автоматом дают 100 баллов на ЕГЭ по физике, да. Она в рейтинге, это олимпиада. И приглашение в МГУ на физфак учиться. Вот эти небольшие пластиковые детали и есть знаменитый конструктор «Лего» для создания роботов. Стоимость такого набора не маленькая – порядка 30 тысяч рублей. Но в лице номер один поставили цель приобщить как можно больше детей к этому занятию. Мы очень активно развиваем это направление и в рамках урочной деятельности, и в неурочной. Вот неурочная, в частности, это и работа наших кружков, и это работа ещё и платных дополнительных образовательных услуг. Конечно, это дорого, потому что эти наборы, их нужно покупать, это непросто, это дорого. Но мы идём на эти траты, и мы зарабатываем деньги через платные доп. услуги для того, чтобы покупать эти наборы и обеспечить всех детей, которые хотят в этом направлении работать, вот именно всем необходимым. Моя особая благодарность преподавателю Неделько Сергею Александровичу, потому что, согласитесь, направление новое, специалиста в этом направлении практически нет, хотя оно востребованное. И человек, скажем так, с блестящим образованием пришёл работать в школу и занялся этим направлением. Причём занялся очень успешно. Поэтому я очень благодарна учителю и горжусь своим преподавателем. Ну и, конечно, горжусь своими детьми. И очень мечтаю, что мы поедем в Москву и там что-нибудь выиграем. Пока для педагогов занятие робототехникой – это социальная нагрузка. Зная о проблеме, эти занятия начинают реально поддерживаться как дирекцией самой школы, так и администрацией района. Родители конкурсантов тоже принимают активное участие и поддерживают увлечение своих детей. Результатом такой работы можно назвать то, что наш район стал узнаваем на соревновательных площадках края. Впереди – робофест в Москве, к которому ребята уже активно готовятся. И, конечно же, горят желанием показать там все свои возможности. Мария Климова, Александр Костицын, программа «События».